добрый день меня зовут шуров василий александрович я врач психиатр-нарколог психотерапевт главный врач клиники тема сегодняшнего разговора пристрастие к азартным играм еще это называется гэмблинг лудомания игровая зависимость эта проблема имеет очень много названий она относится к разряду не химических зависимости в основе не лежит влечения какому-либо веществу эта форма поведения связанная с азартом с переживанием эмоций постепенно втягивающаяся человека в определенную деятельность и как результат приводящий к социальной дезадаптации к разрушению семей к созданию гигантских долгов человек теряет работу он впадает в депрессию среди игроманов очень большой процент самоубийств если вы посмотрите классические наши литературные произведения то у игромана было два варианта или растрата суд и он шел в кандалах в сибирь или пуля в лоб выиграть у системы невозможно самым известным нашим игроманом был федор михалыч достоевский который в баден-бадене проигрывался в пух и потом вынужден был буквально побираться писал под заказ великие произведения в частности в произведении игрок он очень хорошо описал весь спектр эмоций которые испытывает игроман возвращаемся к этой проблеме что лежит в основе в основе это всегда неудовлетворенность действительностью желание занять более высокое положение стремление к роскошной жизни чушь греха таить у нас общество потребления и у определенного количества людей возникает идея что можно заработать большие деньги что называется сорвать куш и зависимость развивается потихонечку в начале человек пробует тем более это везде рекламируется не обязательно про казино те же самые ставки на спорт есть форекс игра на бирже везде принцип один и тот же вот вы такие умные такие гениальные вы обманете систему заработаете очень большие деньги и вот в людях поощряется вот эта страсть в быстрым можно сказать халявным деньгам человек потихоньку втягивается делает вначале небольшие осторожные ставочки что-то там выигрывает оказывается в плюсе и постепенно у него возникает идея что он этим может зарабатывать что это может быть серьезной деятельностью вот он такой умные замечательные казино ему обязательно заплатит что у него такой гениальный математический ум он просчитает у других возникают сверхценные идеи что они там вот поймают фарт у них удачливый день кто-то начинает жить по приметам кому-то сны снятся что вот сейчас он пойдет и выиграет в общем у человека сознание становится мифологическим он сильно отрывается от реальности и следом за стадии вот этих небольших выигрышей возможно случается и большой выигрыш один и человек окончательно теряет над собой контроль начинаются неосторожные ставки неразумные действия и очень быстро все денежные средства переходят в систему по сути человек превращается в насос который перекачивает деньги из окружающих из родственников он делает гигантские долги у кого есть бизнес они теряют бизнес многие теряют недвижимость человек становится заложником ситуации но у него все время в голове кружится идея что вот-вот он отыграется он все это вернет все это раздаст он уже другие способы зарабатывания денег не воспринимает поэтому камни они уже приходят стадии крайнего безумства неадекватности часто многих приводят родственники просто под угрозой даже уже отказаться от всех родственных связей выкинуть на улицу настолько им надоедает этот человек потому что они один раз платят долги второй раз человек там клянется плачет пишет расписки обещают что он никогда не вернется к игровой зависимости но тем не менее через какое-то время проходя определенные стадии до вначале он искренне принимает решение больше не играть дает всем обязательства но постепенно это влечение нарастает у него возникает борьба мотивов много раз он все-таки останавливается у него возникает иллюзия что он свое влечение контролирует и в один прекрасный момент его накрывает и он делает новые очень большие долги это крайне тяжелая зависимость не отбиваться от кредиторов зачастую уже продано все и приходит просто как последняя надежда говорят доктор делайте что хотите полный карт-бланш мы не верим ни одному слову он приползал на коленях плакал клялся что выйдет на работу вот сейчас мы не верим реп-центр на год психотерапия что хотите останавливайте его пожалуйста многим пациентам требуется длительная реабилитация именно вот играл почти каждый день я 8 лет моя история началась еще наверно в 1999 году может 2000 нам до больших где-то 20 лет получается получается тогда вот но играл я вот каждый день именно лет 8 2004 2005 году напротив ну у нас начал район заполняться игровыми аппаратами да то есть игровыми клубами и я начал в них ходить тоже захаживать то есть и там я уже конкретно понял что устроился да начал там проводить сутками но потом наступил такой момент когда я опустился ну как бы назовем это дно такое да когда я проиграл свои деньги начал придумывать истории допустим сижу ночью игра там полночи в 4 утра звоню своему другу и говорю то что меня там поймали гибддшники ну как пример до такой истории я например у брата жены там цепочку золотую приехал забрал там заложил его ломбард свои вещи начал лишаться грузил ломбарды золото часы там телефоны проиграл да то есть я проиграл и машину и не одну наверно даже вот и все свои сбережения все свои вклады друзья друзей то что мне давали просто друзья там да все это проиграл и наверно в 2010 году я первый раз от безысходности пошел на работу на такую официальную то есть у меня уже были проблемы с законом определенные там при призывали меня неоднократно я хочу спросить василия к вам часто попадают игроманы да достаточно часто причем зачастую это вот как в истории с иваном в чистом виде игромане встречается редко это они очень часто и курильщики и большие проблемы с алкоголем в этих всех игорных домах алкоголь льется рекой задача отключить критику я вот тут немножко поспорю с господином психологом критики нет ни у кого и у алкоголиков она тоже не появляется его надо продержать в трезвости какое-то время поработать с ним очень плотно тогда у него мозг активизируется у игромана та же самая история вот извините не могу молчать как вы рассказали истинно православный там не покончить самоубийством приходят родственники истинно православных просят справочку о психическом заболевании чтобы его отпели реже все таки если мы реже давали же максимализма не все бывает и стержень не помогает все-таки это одесено к психическим заболеваниям мкб 630 патологическое влечение к азартным играм определенные стадии а что-то определенная синтонатика многим пациентам требуется длительная реабилитация большинству из пациентов я назначаю и корректоры поведения и антидепрессанты так как при состоянии абстиненции при отказе от игры у них возникают очень тяжелые депрессии эмоциональные качели раздражительность бессонница то есть все симптомы депрессивного расстройства также как саму игру можно смотреть как маниакальное состояние когда приобрел преобладает возбуждение повышенный эмоциональный фон человека все видится в розовом свете сейчас вот он вы выведет большую сумму денег все долги раздаст все вопросы решит уйдет из этой темы откроет успешный бизнес точно так же по мере проигрыша и образования долгов человек сползает в тяжелейшую депрессию суицидальными мыслями с тяжелыми психическими расстройствами поэтому если вы столкнулись с этой проблемой обязательно обращайтесь к врачам психиатром наркологом психотерапевтом но проблема сама собой не рассосется такого не будет что человек откроет глаза станет другим и остановится ему обязательно надо помогать а самые тяжелые случаи они решаются в условиях реабилитационного центра когда приходится переформатировать всю матрицу полностью менять систему убеждений и систему ценностей любые зависимости они окружены мифами люди годами болеют несут большие потери но все хотят чудо все хотят по щелчку что они пришли к доктору доктор каким-то образом подобрал код к их так скажем патологическим мозгам к их поведению которая формировалась годами уже они полностью на нем зациклены я вынужден вас разочаровать никаких гипнозов никаких кодировок никаких быстрых результатов без усилий это по сути сродни вашей игромании когда быстро без усилий большой куш и тут быстро без усилий пришли к человеку белом халате он вам шепнул на ухо волшебную формулу и вы стали прежним а может быть еще и лучше нет есть два пути или закрытый реп-центр как языковой интенсив когда человек полностью отрывается от среды и он среди выздоравливающих формируются новые модели поведения или амбулаторная программа мы таких пациентов прикрываем антидепрессантами и ноотропными противотревожными препаратами естественно работаем психотерапевтически именно с их убеждениями с патологической моделью поведения с низкой самооценкой с неправильным восприятием жизни с нарушением я концепции мы все это прорабатываем и помогаем людям постепенно шаг за шагом избавиться от этой тяжелой зависимости обращаю ваше внимание гипнозов не существует зависимость формировалась много лет и выбираться из нее нужно потихоньку чтобы это было гарантировано и что самое главное человек должен поменяться не доктор вложить волшебную формулу а поменяться на уровне убеждений очень серьезно и очень глубоко если у вас остались какие-либо вопросы по теме патологических гемблинг игромания она же лудомания звоните на нашу круглосуточную горячую линию мы вам обязательно поможем а а